ЗВОНОК В ДВЕРЬ БЛИЦ, РАПИД и КЛАССИКА За это Вилли Чинзеве было присвоено звание международного гроссмейстера. Поздравляю Вилли Чинзеве с этим высоким достижением. Кроме того, хочу поздравить двух тренеров Вилли Чинзеве, которые внесли огромный вклад в подготовку этого шашиста. Это американец Джейк Катчер, который подготовил Вилли теоретически, и белорус Евгений Кондраченко, который сыграл с Вилли Чинзеве более 600 партий. И сегодня, друзья, мы с вами увидим пример того, как ученик может превзойти своего тренера. Первая позиция из творчества международного гроссмейстера Евгения Кондраченко. Правильно в этой позиции играть АБ2 с равной игрой. После хода ЕФ2 белые могут проиграть. То есть, если черные разгадают замысел белых и правильно сыграют АБ6, вот этот ход ведет к выигрышу черных. То есть, за счет самозажима черные побеждают. Например, ФЖ3 ЕД6, бой-бой, надо нападать, черные закрываются. Бесполезно играть СД6, так как в этом окончании черные постепенно побеждают. Если же играть АБ2, то все сходится в пользу черных. Пустим, ФЕ7, БА3, ЖА4, АБ4, АЖ3. Ну и белым остается только сдаться. Но, друзья, ход ЕФ2 все-таки несет себе прикольную ловушку. Если черные ошибутся, то есть в этой позиции ход АБ6 не напрашивается. Напрашивается ход ФЕ3. То есть, кажется, что белые должны отходить, либо ДЕ5, либо ДЦ5. Тогда черные проходят дамки и легко побеждают. Но здесь есть красивое опровержение замысла черных. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. АБ6. Неожиданный ход. То есть, чисто кондрченковская идея. Это присоска. Куда бы черные не побили, они проигрывают. Но сильнейшее сопротивление, это, естественно, побить шашкой А3 на А7. Когда белые играют АЖ3 и проводят комбинацию. С выигрышем. Вторая позиция из партии Вилли Чинзеви и Евгения Кондрченко. Партия 2023 года с переменной цвета. То есть, белыми все-таки играл Вилли. У белых есть три хода. ФЖ3, ДЦ5, АБ4. Подумайте, куда бы сыграли вы. Ну и давайте разберем все три хода. После хода ФЖ3, черные выигрывают. Например, ЕД6. Белым надо играть АБ4. Тогда черные играют ЖФ6. Ну и на ход БЦ5, играют Ж4 и позиция сошлась в пользу черных. После хода ЖФ2 здесь надо сыграть точно. Неожиданно проигрывает ход ФЕ3, напрашивающийся. То есть, белые проводят комбинацию и даже сами побеждают. Попробуйте найти выигрыш. Белая играют ФЖ3 и затем СБ6. Ну и как бы черные не побили, побеждают все-таки белые. Но вместо хода ФЕ3 здесь, так, покажу красным, выигрывал ход ФЖ5. Здесь уже побеждают черные. Например, белым надо жертвовать шашку и как-то пытаться пройти в дамки. Черные заходят в люпки, но бесполезно отходить, поэтому белые используют свой последний шанс. Пропускают черных в дамки и затем срубают две шашки черных. Но выясняется, что все сходится в пользу черных. То есть, черные занимают большую дорогу и одновременно грозят поймать дамку белых. Когда белые отходят, черные играют АБ4 и проводят обе шашки в дамки. Строят треугольник Петрова и легко побеждают. Выяснили, ход ФЖ3 проигрывает. После хода ДЦ5 у белых была очень красивая ловушка. Если бы черные сыграли ЖЖ6, то они очень красиво проигрывали. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Идея московского мастера Николая Кукуева, который занял в чемпионате СССР, по-моему, в 1929 году третье место. ФЖ3, черным надо отходить. Когда белые играют АБ6, затем АБ4, пропускают черных в дамки. Но видите, следующим ходом дамка черных обязана бить на Б6. Белые используют роздых или свободный темп. Ну и легко побеждают. Очень красивая тема. В партии Вилли тоже сыграл не менее красиво. АБ4. Ну и Евгений Кондраченко чуть не попался в ловушку. Все-таки он правильно ответил ЖЖ6. А вот ход ФЕ3 напрашивающийся проигрывал из-за уже знакомой нам темы. Попытайтесь найти ее. Белые начинают и выигрывают после хода АБ6. Ну и куда бы черные не побили, они проигрывают. То есть лучше всего побить на А3, шашкой А7. Ну и эта комбинация нам уже знакома. Мы ее видели. В партии Евгений в последний момент все-таки разгадал замысел Вилли и сыграл ЖЖ6. И не попался в ловушку. А я было к тебе сунулся, чувствую засаду там. Я чувствую. Я всегда чувствую. Теперь, друзья, рассмотрим три классных партии. Первая партия это Блиц в Минске в 2015 году. Играли международные игросмейстеры Андрея Валюк белыми и черными играл Евгений Кондраченко. ЖФ4, БЦ5, СД4. Обязательные ходы. Черные играют ФЕ5. Ну и белые решили побить на поле Ф6. Белые подумали и побили на поле А4. Ну, возникает примерно равная позиция. Обе стороны подтягивают свои отсталые шашки. АЖ7, БЦ3. ЖФ6, АЖ3. АБ6, АБ2. Черные занимают центр ДЕ5. Но белые размениваются назад. И позиция абсолютно равная. Далее в партии было СД6, СД4. Здесь очень сильно было сыграть ДЕ5. Но все-таки ничья у белых была после хода ДЦ3. И на ход АЖ5 можно было достичь ничьей. Но все-таки преимущество было у черных. Но Евгений Кондраченко сыграл ДЕ5. АЖ5. Теперь белые играют БЦ3. Обратите внимание, что напрашивающийся ход ДЕ5 здесь за черных проигрывает. Потому что белые играют ЕФ4. Ну и в какую бы сторону черные не побили, они проигрывают. Евгений не попался на эту ловушку и разменялся назад. Белые играют АБ4. И возникла прикольная симметричная позиция. То есть видите, одинаково стоят и шашки белых, и черных. Далее в партии было ФЕ5, ЕД4, ЕФ6, ФЖ3, СБ6, СБ2, Б7. Надо закрываться Б3. И черные сделали сильный ход. Б5. Белые играют ДЕ3. И черные сделали тоже сильный ход ДЦ7. В партии белые ошиблись. Сыграли ЕД2. То есть в чем была идея белых? Если черные играют СБ6, тогда белые полностью окупили центр. Допустим, БЦ5. Ну и на ход Ж4 закрываются ЖФ2. Черные проводят удар. То есть попадают вроде бы на поле Б2, но здесь белые красиво достигают ничьей. Конторударом. То есть они отдают шашку ФЕ7, затем играют ДЦ3. Ну и партия заканчивается ничьей. Например, АБ4, ЕФ8. Черные играют Б3. Ну и на ход ФЖ7 жертвуют шашку. И также проходят дамки и постепенно достигают ничьей. Но в партии черные красиво выиграли. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черных. Она не сложная, но симпатичная. Черные играют ЖФ4. Вот этого белые не ожидали. И скромно играют СБ6. Выбивают шашку белых С3 и красиво заканчивают партию. Следующая партия это Блиц на Гамблере 2013 года. Белыми играл гроссмейстер Юрий Кириллов. Черными играл международный гроссмейстер Евгений Кондриченко. СД4, АЖ5, ЖФ4. Игра, дебют обратная игра Бадянского. ДЦ5, АЖ3. Черные создают связку на своем левом фланге. Но особых преимуществ белые получить не могут. При точной игре черных. Ж6, ЖФ4, СД6. В БЦ3 белые начинают развивать свой сильный левый фланг. И черные размениваются назад. Белые играют ФЖ3. Ну и на ход АБ6 уже занимают центр. СД4. Черные связывают центр ходом ДЦ5. Ну и на ход ДЦ3 играют СД6. Белые сыграли СБ4. Черные ДЕ5 разменялись назад. И позиция уже уравнялась. Тут лучше было играть ЕФ2 за белых. Вот ход АБ2 уже слабенький. Черные играют ЕД6. Видите, построили колонку. Грозят сыграть ДЕ5. Приходится закрываться БЦ3. Ну и на ход БА5 у белых уже начинаются проблемы. То есть СБ2, СБ6, АБ4. На что рассчитывали белые. Если черные в этой позиции сыграют АБ7, тогда белые играют ЕД2. Ну и ход БА7 здесь за черных уже окончательно проигрывают. Белые жертвуют время на шашку и нападают. Черным надо меняться. Ну и куда бы они ни побили, они проигрывают. То есть если бить вперед, то партия очень быстро заканчивается. Победой черных. Ой, белых. То есть видите, приходится жертвовать. Просто сыграли ДЦ3. И белые легко побеждают. Если же в этой позиции черные бьют назад, то белые могут выиграть еще с помощью комбинации красиво. Можно побить на С5. Ну и допустим на ход ДЕ7 сыграть красиво СБ4. В чем идея? На ход СБ6 белые красиво выигрывают. Неожиданный ход ФЕ5. Тоже присоска, видите, в стиле Кондраченко. Ну и куда бы черные не побили, они проигрывают. То есть если бить на Ф2, то белые выиграют вот таким образом. Если же побить в эту сторону, здесь выигрыш еще более простой. Все, можно сдаться. Ну и Евгений Кондраченко разгадал идею Юрия Кириллова. И в этой позиции не стал играть ФЖ7, а разменялся. ФЕ5. Ну приходится бить Аш на Ф6. Это единственный ход. И в партии белые ошиблись. ЕД2. И черные очень красиво выиграли. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черных. Черные играют БА7. Заставляют белых сыграть БА3 из-за удара БЦ5. Ну и здесь уже пошла комбинация. Аш Ж5. ФЕ7. ЕФ6. И ФЕ5. Выбиваем важную шашку С3. Ну и наносим удар как партии с Валюком. С выигрышем. Именно так и закончилась партия. Ну и наконец последняя партия. Белыми играл Вилли Чинзеви. Черными. Международный игросмейстер Евгений Кондраченко. Партия 2023 года. СД4. ДЦ5. И белые отклоняются от дебюта отыгрыш. Игра от Ж4. Черные играют СД6. Ну и на ход ХЖ3. Это кстати были обязательные ходы. Выпала такая жеребьевка соперникам. Евгений Кондраченко решил запутать Вилли и сыграл БЦ7. Конечно лучше было разменяться назад. С примерно равной игрой. Вилли не запутался друзья. Он играет БЦ3. Сильнейшее продолжение. Ну и на ход ДЕ5 четко жертвует шашку. ЖФ4. И нападает сразу же на две. В позиции есть два хода. СД6 ведет к ничьей. А вот ЕД6 уже проигрывает. Из-за комбинации. Ставьте видео на паузу. И попытайтесь найти комбинацию за белый. Белый играет ДЕ5. Затем АЖ5. Ну и выбивает важную шашку Д6. С выигрышем. Естественно, международные гроссмейстеры на такие комбинации не попадаются. Поэтому Евгений Кондраченко сыграл СД6. Белые нападают. Б5. Ну и черным надо ходить либо ДЕ5, либо ФЕ5. После ДЕ5 игра упрощается. Поэтому Евгений сыграл ФЕ5. Побили. 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 Побили на Б6. У белых отсутствует шашка. Кстати, тут есть прикольная ловушка за черных. Смотрите, напрашивается комбинация АБ4, СБ2 и ЕФ4. Кажется, что белые красиво выиграли, но не тут-то было. Черные проводят контр-комбинацию. Я как-то показывал ее в одном из видео. АЖ7. Затем АБ6. Приходится бить на поле Д8, иначе белые останутся без шашки. И черные ловят дамку белых и побеждают за счет центра. Вот такая прикольная ловушка. Но Вилли не попался на эту ловушку и правильно сыграл ЕФ4. Теперь снова уже белые ставят ловушку. Обратите внимание, что черным нельзя играть ЖН2 из-за комбинации белых. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию. Играем ФЖ5. Затем АБ4. И СБ2. И белые побеждают. Евгений знал эту комбинацию и, естественно, играет правильно. АЖ7 и ЖФ6. У черных центр, но он рыхловат за счет отсутствия шашек Д8 и Б8. Вилли начинает окружать. АЖ3. Евгений пытается полностью оккупировать центр. АЖ5. ДЕ3. АЖ7. Вилли играет ЖН2. Ну и кажется, что черные могут полностью занять центр и легко победить. Но это только на первый взгляд. В партии Евгений сыграл ЖН6. И белые очень красиво победили. Но правильно было играть СД4. И с двойным перебоем получать преимущество. То есть тут уже белым надо играть ЕД2. Затем меняться назад и постепенно уравнивать позицию. Но Евгений после хода ЖН2 ошибся. Он думал, что побеждает. И сыграл Ж6. Ну и здесь, друзья, уже найдите комбинацию, которую провел Вилли. АБ4. ЕД4. СБ2. ФЕ3. Белые ловят дамку черных. Затем выбивают важную шашку Ф6. Ну и наносят комбинацию, которую мы сегодня уже видели дважды. Друзья, если вам понравилось видео, обязательно ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, задавайте вопросы, если что-либо непонятно. Отвечу на все вопросы. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Так, заходи. Ученик. Спасибо. Что? Спасибо. Спасибо, учитель. Не за что. Спасибо.